МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мам, ты поговорила с ним еще с Сашкой? Нет пока, но я поговорю. А что ты тянешь? Просто нам заранее надо знать, есть у нас эти деньги или нет. Скажи, почему я должен содержать семью твоего сына? Лена, я живу с тобой, а не с твоими родственниками. Маме звонишь? Позвони. История Елены – это предложение английского продюсера написать сценарий на тему апокалипсиса. У меня просто такое впечатление, что, скажем так, в каждом вашем фильме есть как бы единый человек, да, и каждый герой существует, как бы, чтобы показать это играние его. А вот в «Изгнание» может быть так. В «Изгнание» не знаю, как ли это. Лена, мне не жалко денег, но пойми же… Ты же отдаешь все своей безрассудной дочери. Оставь в покое мою дочь! Вы играете роль заботливой женой у вас. Это очень хорошо получается. Я люблю, Володя. До смерти, не сомневаюсь. Для вас там есть хотя бы один симпатичный персонаж? Я об этом, честно говоря, не задумывался. Я понимал, что нужно показать этих персонажей вот ровно так, какими они есть, какими они мне представляются. По возможности максимально убрав собственную оценку, да, вот как вы говорите. Это же не симпатия в плане того, что вам этот человек нравится. Ну, человек, скажем так, безнадежный, да, в общей среде не настолько потерянный. Ну, вы понимаете, мы же застаем этих людей в конкретный момент времени, да, в его выборе. Вот эта идея мне нравится, что человек, попавший в ситуацию выбора, как это происходит в «Изгнании», например, с Алексом, да, и с Верой в том числе, и в Елене. Вот она тоже в ситуации пограничной, выбор. Вот есть час икс, вот так поступить или так. И вот это подробное наблюдение за тем, что происходит в этот момент с человеком, каким образом он определяется на у себя, потому что вот эту идею я уже не раз повторял, что человек определяет его поступок. Не слова его, не заверения в любви, а именно его поступок. Поступок, который сопряжен еще с жертвой, с жертвой собственной. Иди сюда, я тебе поцелую. Пожалуйста, принеси мне ручку и бумагу. Я хочу набросать тебя на их завещание. Практически все получится от меня. Боюсь, нам придется справляться сами. Я знаю, что у отца в домашнем сейфе всегда находилась приличная сумма наличными. Я проверила, там ничего нет. Конечно. Какое вы имеете право думать, что вы особенны? Почему? Он говорит, что художник должен показывать правду. И я считаю, что он это делает. То есть мы говорим, да, мы знаем, что это есть, но для себя не принимаем. А после просмотра в тебе как будто, не знаю, обухом по голове ударяет. И ты понимаешь, что вот оно, да, оно на самом деле так и есть. И это тот самый апокалипсис, о котором говорит он. Помимо художественной составляющей, помимо тончайшей операторской работы и эстетики, есть глубочайший психологический подтекст. Зрителю можно пожелать хороших фильмов, чтобы их было больше.